Киста. Чтобы понять сигнал тела, конечно, вы можете посмотреть психосоматику, какими мыслями, какими мышлениями это всё дело у нас проецируется вовне. Но при этом психосоматики, естественно, обобщённые такие речи идут по всех людях, как, например, в астрологии, у козерогов на сегодня такой-то прогноз. Здесь тоже прогноз психосоматики идёт такой обобщённый. Вам нужно поговорить с самим собой, и первое, что задать вопрос, какой у меня орган с чем ассоциируется. Просто накидать, взять листочек, ручку, накидать ассоциацию. Какую функцию выполняет тот или иной орган? Например, какая функция у шеи у человека, у кого-то плохо болит. И какая функция у яичников. И что такое для вас киста? Это инородное тело, которое появляется и исчезает. Я так думаю, киста такая маниакальная, как правильно её делается. И вызывает боль. Боль – это понятно, что сигнал какого-то узкого места в мышлении, там, где мы себя останавливаем. И для этого нам нужно понять, для чего женщина не яичник. Можно просто залезть в интернет и посмотреть, какие функции выполняет ухо и яичник. Просто посмотреть и подумать, что эту функцию я не выполняю вовне. Например, функция зрения. Это смотреть, разглядывать, понимать. Что я не смотрю, куда я не хочу смотреть, что я не хочу разглядывать, что я не внимаю. Ухо – это про звук, про слышимость. Женские органы про принятие нам говорят. Про принятие. Вообще, женская энергия – это принятие мира таким, как он есть. Что это продукт нашего желания. Проблемы с женскими органами – это проблемы вашего проявления как женщины. То есть, ваше принятие, ваша лёгкость, ваш интерес, женственность. Думаю, в этом направлении нужно копать. Но как только вы обращаете на себя внимание, правильные вы ответы говорите или неправильные, когда вы начинаете с собой рассуждать, вы уже обратили на себя внимание, как на Творца, уже дали себе Любовь. Потому что Любовь к себе – это же внимание. Когда вы побыли в этом внимании, начали рассматривать, вы уже полдела сделали. Просто побыть в вопросе, не пытаясь найти ответ. Потому что если мы его ищем, ответ уже есть. Если мы его ищем, то мы не можем его найти. А если вы осознаете, что ответ уже есть, зададите вопрос и просто отвлечётесь на какую-то другую тему, ответ придёт не почему. Ну, то есть, как только вы перестанете лихорадочно его искать. Расслабитесь, и ответ придёт. Машинальное письмо выписывать ваше рассуждение, ассоциации с тем или иным органом. Оно помогает нам отвлечься и просто писать, не думая, что в голову идёт, там мысли какие-то. Этот ответ у вас будет свой, который никто не знает на самом деле. Вообще проблемы по-женски возникают чаще у тех людей, кто отказывается от секса с мужчиной. Это и врачи говорят, но на самом деле это отказ от удовольствия. Веришь в неедение или пользу голодания? Нет, я не то, что верю, не верю. Я уверена, что человек может быть существовать без еды. Но наше мышление пока не позволяет этого. Мы ещё не готовы. Ну, не все. Есть такие люди, которые вообще не едят. Специально не есть, не подготовив своё мышление, это чревато последствиями. Потому что человек кушает для чего? Чтобы насытить себя. Ему нужно чувство насыщения. Но мы всегда что-то хотим, куда-то торопимся, куда-то бежим. Желание бесконечно в голове возникает. Фокус внимания на недостатках. Это говорит о том, что у нас нет насыщения чувствами различными. И мы за ними гонимся. То есть тот человек, который живёт здесь сейчас, в чувствах, ощущает своё тело, своё настроение, наблюдает, не делит на хорошее, на плохое. Он просто ощущает, он живёт, наполняется новым каким-то творчеством, новыми действиями, новыми мыслями. То он насыщен этими всеми чувствами, потому что он наблюдает их. И в это время есть ему не хочется. Потому что еда — это заменитель того, что мы хотим чувствовать. И еда нам очень хорошо помогает заземлиться. Ну то есть наелись такие. Вот это вот чувство беспокойства, которое у нас возникает, мы обычно сразу что бежим к холодильнику. Чувство беспокойства о том, что что-то мы хотим сделать, не знаем что. Вот еда помогает нам это чувство убрать. Заземлиться, отвалиться на спинку дивана и такие покатить, класс. Ни о чём не думать. Просто еда — это хороший способ, но не единственный. Это миома матки. Это про что? Ну вот это про то же, что с кистой, что с маткой. Общее — это женское ваше, да, непринятие, женская энергия ваша, женственность. А потом, по частности, посмотрите, какую функцию, какую роль матка играет, либо яичники, какую роль они играют. И вот оттуда уже пляшите, что этот орган делает в организме, какие функции выполняет. Вот этих функций вам не хватает. И этот сигнал тела, он вам позволяет обратить на это внимание. То есть, что смотреть сюда, посмотрите в интернете, что делает матка. Хочу вещать обо всём, о жизни, об отношениях, об энергиях, любви и много чего, например, но почему-то боюсь, а вдруг не зайдёт, а то другое, как проработать может. Здесь надо брать и делать, а вдруг не зайдёт. То есть вы заранее уже знаете, что кому-то это не зайдёт. Ну и дело в том, что я вещаю, он тоже не заходит многим. Ничего страшного не произошло. Я от этого не испытываю таких, как сказать, корову я не потеряла. Это первое. Это важно и, наверное, последнее. Корову я не проиграла. И проживите ментально хотя бы. Просто закройте глаза и почувствуйте. Войдите в ваш страх. Ну будете вы вещать, ну будете вы говорить. Всем милым быть невозможно. Ну не зайдёт. 7 миллиардов человек информация ваша. Зайдёт там в какой-то части. Ну это нормально, это жизнь. У всех так. Невозможно, чтобы вы зашли всем. Я вот не нравлюсь многим. Потому что они видят себя во мне, но не хотят этого признавать. И это нормально. Вот так вот наши страхи блокируют все наши творческие порывы. В них либо мы идём, либо останавливаемся. Тут два пути. Попробуйте. Попробуйте и смотрите. Как мы её как инструмент используем. Программа делиться. Делиться — это умножаться. Клеточка поделилась. Их стало две. Расширение происходит. То есть делиться — это расширяться. Это умножаться. И у нас у всех есть потребность делиться. Делитесь. Не надо думать, хорошо это или плохо, понравится это или нет. Если вы сами себя не принимаете, тогда вас не примут. Если вас не приняли, это тоже хорошо, потому что вы можете посмотреть на себя через ней как в зеркало и понять, что вы себя не принимаете в этот момент. И опять обратить на себя внимание. Так, а что я не принимаю? Почему? Что я делаю не так? Почему я не хочу быть уникальной и ни на кого не похожей? Зачем мне надо под кого-то подстраиваться? Зачем мне занимать чужое место, чтобы быть похожим каким-то пазлом в большой картине Лира? Почему я не могу быть уникальной? Даже просто порассуждав это, вы понимаете, что у вас просыпаются интересы и желания быть уникальными. И как только этот интерес у вас проснулся, вы уже становитесь уникальным и интересным, и мир тут же разворачивается, начинает вам транслировать то, что вы начинаете нравиться, и вас начинают принимать. То есть вы себя принимаете, вас мир принимает. Но у вас есть страх, потому что в данный момент сейчас вы себя не принимаете. Заявите волю, возьмите, стукните кулаком по столу и скажите, блин, я себя люблю любой, мне классно, какая я уникальная и непохожая. Мне не должны вообще принимать, я себя принимаю, этого достаточно. Достаточно себя любить такой, какой я есть. Просто достаточно. Я есть у себя, это круто. Зачем мне ещё, там, слава других, если я у себя есть, я себя люблю, и мне этого достаточно. Но как только вы это делаете, автоматически проекция мира вас зеркалит именно такое же отношение, как вы сами к себе испытываете. То есть берёте и делаете, наблюдаете, включаете интерес. А как это произойдёт? А что я расскажу? Вы когда сами будете делиться, вы будете расширяться, потому что человек, который рассказывает, он то, что рассказывает, начинает понимать это ещё глубже. Когда вы начинаете писать, там, тексты какие-то, у вас идёт это творчество, и вы ещё глубже понимаете то, о чём вы пишете. Почему я сделала канал рефлексии в Телеграме? Правда, сейчас в последнее время шорох там надо навести, люди что-то замолчали. Вот, перестала их пинать. Канал рефлексии. Каждый делал мини-видео, записывал себя, свои мысли, что он осознал за день, какие инсайты посетили. После просмотра прямого эфира, видео, поучаствовал в каких-то тренингах, почитав книжку, да или просто порассуждав с самим собой, какие инсайты посетили. И человек начинает, так, я сегодня осознала вот это, вот это, вот это. Три предложения сказал, ох, нифига себе, я сейчас вот это осознал. И в прямом эфире начинает, начинает его просто инсайтами, во время того, как он говорит, начинает просто закидывать. И он начинает получать столько информации во время говорения, во время процесса. То есть он пришёл с одним инсайтом поделиться, а его и сейчас ещё пятью накрыло. Следом, как правило, у половины шло ещё одно видео этого же человека, который говорит, я сейчас себя пересмотрел, и я ещё понял, и давай накидывать, накидывать, накидывать. То есть вы должны вещать миру не для того, чтобы других научить чему-то или осчастливить, а мы делимся для того, чтобы самим расширяться. Понимаете? То есть переключите фокус внимания, осчастливить кого-то другого, делайте это для себя. То есть если вы сейчас начнёте вещать отношения, энергия, любовь, жизнь, тра-та-та, вот, вы глубже познаете к себе любовь, глубже свои отношения познаете, глубже свою жизнь познаете. Но делать это для себя. Тогда вам не придётся париться вообще, кто там что-то думает. Но при этом все будут кайфовать и думать, какая ты классная, только когда ты начнёшь обращать внимание на себя. Ситуация капец. Моих работников не выпускают на работу в Европу, хотя довизу одобрили. Вопрос в себе, почему я хочу, чтобы у меня работники не работали, что они мне транслируют. В прошлом прямом эфире он не сохранился. Блин, классную тему дала. Смотрите листочек, листик и пишите рассказ, что у меня ситуация такая-то, такая-то. Я вот хочу, чтобы ко мне приехали на работу люди, начали делать то-то, то-то, их не выпускают. Я чувствую вот это, вот это, вот это, по отношению к людям, чувствую к себе. Сейчас вот у меня истерика, я-то хотела вот так, а получается вот так. То есть расписываете ситуацию, и потом всех персонажей заменяете на «я». Когда вы почитаете, вы поймёте, какое у вас отношение к самому себе. Как, ещё раз повторю, наш мир — это проекция нашего сознания, нашего мышления, нашей правды, в которую мы убеждены. Это проекция, следствие. И как только вы понимаете, каким мышлением вы сейчас к самому себе создаёте эту проекцию вовне, внешне — это только вам подсказки, чтобы себя познать, что вы сейчас думаете. И вы увидите, когда вы распишите, что «я себе говорю вот это, я не хочу выезжать, вот я то-то-то-то». Когда рассказ напишите, вы поймёте, где вы себя блокируете, где вы себя останавливаете, что вы пытаетесь сами себе сказать, что вы пытаетесь сделать, что вы не делаете. И вот выводы, сделав на этом рассказе новом, переписанном, будет понятно, куда двигаться, на что обратить внимание, а что привести, трансформировать какие-то убеждения, шаблоны, трансформировать, осознать либо их нелепость, либо как это можно по-новому использовать. Раз вы моё отражение, значит, я избавилась от грамматических придирок. Ну, возможно. Но вы же хотите правильности, все такие должны быть правильные. Ну зачем? Прикиньте, мы все будем одинаковыми. Все такие правильные, одинаковые, все такие хорошие. Ну это маленькая часть, которую вы долюбили, а всё остальное куда девать? Я бы обратилась к биологии сначала, допустим, что именно какой орган за что отвечает, если он вам сигналит какую-то болезнью, болячкой, болью, то просто не психосоматику смотрите, чьё-то там мышление вам подсказывает, куда копать, а именно посмотрите, какую функцию выполняет орган. И вот эта функция ваша по жизни, ну как отражение, она тормозит. То есть вы себя тормозите, либо вы её не делаете, либо не так. Ну то есть будет понятно, когда мы с органами разберёмся. Панические атаки, куда смотреть, как проработать? Ну панические атаки, адреналин, да, когда скачет. Вот, вы обращаете на себя внимание, что вам не хватает адреналина в жизни. При этом адреналин колет, да, когда человек впадает в состояние, типа ком или при смерти, чтобы оживить. Вот, и вы себе показываете, что вы не живёте. Ну то есть как мертвец, как робот. Вот, всё внимание где-то рассеяно, вот. А жизнь — это же творчество, это познание нового, это постоянно… Это не использование старого опыта и знаний, а приобретение всегда нового. Не пытаться зацикливаться на чём-то одном, а делать это по-новому, по-другому. И не говорить себе «я знаю, я знаю, вот сейчас люди меня осудят, если я выйду в прямой эфир». Не-не-не, не пойду. Вот, а эти люди такие петрушки. То есть я уже знаю заранее, как эгоист, как наделила всех людей уже такими гадостными, различными чертами характера, там, что-нибудь такие фу-фу-фу-фу все. То есть я за всех уже всё знаю, какие они плохие. И это не жизнь, естественно. А когда вы не знаете, и вам интересно понаблюдать, а какой это человек классный, а какой этот покажет мне, там, меня, а что вот этот отзеркалит, я себе узнаю новое. То есть когда вы идёте в жизнь с интересом, тогда вам не нужен уже этот адреналин для того, чтобы себя оживлять. То есть панические атаки — это страх жизни, страх нового. И вы пытаетесь себя именно оживить с помощью адреналина. Но не надо уже таким способом осознать, что всё-таки вам нужно идти в новое. Новое — это самое безопасное, потому что жизнь, она безопасна. Жизнь — это рост. В чём там опасность в росте? Нет. Опасно — это идти в смерть, останавливаться. Страх смерти — это о чём? Страх смерти — это нежелание жить. Вас страшит неизвестность. А вот как раз-таки идти в неизвестность — это и есть жить. А вы думаете, что смерть — это неизвестность. То есть переформатируйте ваш шаблон о жизни и смерти. То есть вы считаете, что жизнь — это что-то всё такое понятное, я живу, что-то делаю, я всё знаю заранее. А это как раз наоборот — смерть, остановка, привязка, зацикленность. У вас не страх смерти, у вас страх жизни. Как только вы это осознаёте, вам хочется пойти и попробовать что-то новое. Мужчины встречаются все с проблемами с потенцией. Я не удовлетворена. Муж прям улыбнулся. Ну, это у вас получается, как если проекция, неудовлетворённость своим творчеством. То есть творчество, ещё раз напомню, это не что-то вы делаете, какие-то проекты рисуете или ещё что-то, творите на работе или занимаетесь творчеством, пением. Нет. Это как раз-таки насколько вы готовы идти в новое. Всё об одном и том же. Слушайте, у нас все сигналы сходятся к одному — нелюбви к себе и страха жизни. Идти в неизвестность. И все страхи, все, они только от одного страха исходят — неизвестность. Боясь жуков — тоже неизвестность. А боясь собак вдруг укусит тоже неизвестность. Короче, везде неизвестность. Мы все жизни боимся. Но вот жизнь как раз-таки там. Берём, делаем с интересом. Интересно, что ж там такого новенького? Тогда все эти болячки ваши растворяются, как только вы идёте. То есть мы живём по импульсу. Куда хотим, туда и идём. Что хотим, то и делаем. Что не хотим, мы не делаем. Мы умеем говорить «да» всему, всем своим хотелкам. И умеем говорить «нет». Всё, что нам не нравится. Вот если вы так научитесь жить, тогда вот это вот всё, всё, что вы тут пишете, проблемы, они перестанут вас докучать. Мамы сильно режет кишечник. Где можно покопать? Это ваше непереваривание ситуаций, непринятие. Опять же, мы об одном и том же говорим. Кишечник, чем он занимается? Там мало кишечника, большой. Там есть такие пьеровые волосочки, которые всасывают микро-макроэлементы из продуктов. И несут, каждый дел кишечника отвечает за каждый орган в теле. И несут питание для клеточек. И когда у нас режет кишечник, это говорит о том, что вы не хотите подпитывать себя, свои органы. И подпитывать чем? Подпитывать своим интересом. Чем мы питаем? Где мы энергию берём? Мы её берём в желаниях, в интересе, в творчестве, в действии. То есть мы не хотим подпитывать и не можем переварить то, что с нами происходит. Ну, к желудку больше переварить подходит, а то, что мы не хотим себя подпитывать энергией. Здесь же не только говорится о том, что мы только мышлением своим должны заниматься. Мама твоя, может, засиделась очень сильно, ну, как и ты, если на твоё зеркало. Спорт, массажи, кайфушки для тела, бани, бег, сауны всякие, танцульчики, песенки, красоту навести, пойти себе прическу сделать, купить новое платьишко. Это всё тоже действия, которые нас подпитывают эмоциями. Это тоже классно. Те действия, которые мы здесь сейчас можем взять, пойти и сделать, разминочку сделать. Это нас очень хорошо подпитывает. И вот, скорее всего, где-то вы там засиделись. Как принять в себе дуру? Слушайте, почитайте сказки. Иван Дурак, Емиля там, который на печке сидел. Все дурачки в сказках, они всегда были в выигрыше, потому что все умники, они всё знают. А Бог у вас внутри ничего не знает. Он всегда в творчестве, всегда в новом. Ему ничего не известно, потому что всё, что известно, это уже отработанный материал. Зачем становиться умником? Вы будете суперумным человеком, когда станете дураком, потому что дурак, он всё время что-то новое познаёт. Он ни хрена ничего не знает, но при этом познаёт, познаёт. Опыт-то встраивается, он же никуда не денется. Вы будете суперумным. Но просто не надо это использовать, умничать, а просто будьте дурачком, который ничего не знает. Знания встроены в вас, они никуда не денутся. Но если вы за них держитесь, вы за них цепляетесь, вы всё знаете заранее. Ещё людей наделили, как им надо делать, как не надо, какие они должны быть, правильно у них там речи нет, вот по правилам всё, пожалуйста. Вот это умные люди так любят умничать. Они себя останавливают. Ничего хорошего в умнике нет. Если вы поймёте, что дурачку легче жить, если вы поймёте, какой кайф быть дурачком, делать что хочешь, не смотреть на других. А, я дурачок? Я дурачок, мне вообще можно всё, понимаете? Мне можно всё, я просто дурачок. Зачем мне эти правила? Ну тогда вы просто станете таким творцом офигенным. Как принять себе дуру? Вот, примите, станьте дурочкой. Что такое ребёнок? Что такое родить? Родить — это новое что-то, да, творчество. Не обязательно это на физическом плане делать, когда это можно сделать здесь. То есть начните рожать идеи, начните... Ребёнок — это же творчество, это ваше новое, ваш интерес, ваша лёгкость, ваша детскость. То есть начните с лёгкостью познавать этот мир, вот с этой вот детской наивностью и кайфом. Родить идеи, как вам прожить сегодняшний остаток вечера и завтра новый день. Так по-новому, так классно в познании себя. И что можно такое клёвое выкинуть? Стать дурочкой, там, дурачком. Как продать квартиру? Не продаётся уже три года. Первое, что мы делаем? Принять. Я принимаю, что я хочу, не продавать квартиру. Принять. Это ваше желание, потому что все желания исполнены. Если оно у вас не продаётся, ваше желание быть к ней привязанным сейчас. И когда оно у вас не продаётся, напишите список ваших выгод. Для чего я хочу её не продавать? Мне выгодно. И там. Пишите выгоды. Потом их осознать. Выгод будет вот столько, а желание продать одно. Конечно, все желания моим таким списком исполнились. Но если вы их осознаете, вот эти выгоды, и можете ещё спросить себя по каждому пункту, а как это дать себе по-новому, по-другому, вне зависимости от этой квартиры. Вот у меня есть квартира, у меня выгода от неё такая. Ну, то есть, мои родственники не хотят, чтобы я её продавала. Я боюсь, если я её продам, куда деть деньги. Или мне выгода её не продавать, потому что если я её продам, я не знаю, как использовать эти деньги, либо я не знаю, как их хранить. А если у меня будут столько денег от квартиры, я могу не купить другую, это же надо искать, у меня нет времени. То есть у вас очень много выгод. И времени нет, и монетизировать не знаете как. И то, и всё. Короче, там куча будет. А потом спросите себя по каждой выгоде, что вы можете сделать по каждому пункту, вне зависимости от вашей квартиры. А ещё лучше посмотрите сериал «Деньги». А ещё отдельная нарезка с этого сериала у меня есть, как продать квартиру. Вот. И я как раз вот там вот об этих пунктах рассказываю. Как проработать страх безденежья? Можно ментально его прожить? Представить, вот вы бомж. Без квартиры, без денег, без работы, без сил, без здоровья валяйтесь под забором. Что дальше? Вот. Задним числом посидите, подумайте над этой жизнью. А что вам нужно было делать такого, чтобы не быть вот в этом месте? Просто задним числом. Мы всегда всё знаем, как надо было делать. Попробуйте так. Другой способ. Вы можете взять деньги и рассмотреть, что такое деньги вообще. Деньги — это кусок вас. Если вы в причине «я творец», из этой точки смотрите. Причина во мне, я творец, мир — это следствие. И я во всём, я есть Бог, и в этом теле, и во всех телах. И весь мир проявленный моими чувствами. То есть уплотнённая форма моих чувств в материю, это вот весь мир состоит из ваших чувств. То есть вы не только это же тело, не только ваш ум. Вы всё. Деньги — это тоже часть вас. Если вы начнёте рассматривать, что такое деньги, это некая бумажка, просто бессмысленная. Но вы её наделили смыслом. С каким? Смысл обмена. Одного состояния на другое. Мы берём бумажку, идём в магазин, покупаем там хлеб. Мы обменяли одну часть чего-то на часть другого. Если посмотреть на наш мир, то мы всё время меняем себя из одного состояния на другое. Мы обмениваемся с материально-нематериально-материально, нематериально-нематериально. То есть у нас всегда идёт постоянный обмен. Жизнь — это процесс обмена этого движения. Движение денег в нашей жизни зависит от того, в каком мы потоке живём и насколько мы можем себя обменивать. Например, приходим на работу, обмениваем своё здоровье, обмениваем свои навыки, обмениваем время на чего-то материальное. Берём это чего-то материальное, идём в другой магазин и обмениваем на еду, на лекарства, если на здоровье, либо на какие-то свои удовольствия, чтобы обратно вернуть этот кусок энергии, который мы обменяли. Сначала вложили в деньги, а потом эти деньги обменяли на себя. То есть это бесконечный обмен. То есть мы с вами всё время обмениваемся. Деньги просто наделены нашими... ну, нашим мышлением, как что-то такое важное, что легко обменять одно на другое. Но если вы разобьёте кружку, то высвобождается некий кусок энергии, который куда-то идёт во что-то. Если вы палку в костёр кидаете, произведена какая-то работа, палка сгорела, выделилось тепло, энергия. Вы делаете какую-то механическую работу, вот если взять физику, то выделяется тепло. Там в джоуле, да, по-моему. Короче, выделяется тепло. Деньги — это понятный способ обмена, просто понятный. Но деньги не приходят только от одного способа в обменном пункте на работе. Деньги — это просто из ничего, из пустоты. Мы своим фокусом внимания материализуем настолько, насколько в нас течёт энергия, ровно столько, сколько мы готовы через себя пропустить. Они приходят на то наше количество энергии, нашей работы, нашего движения, нашего потока. Насколько мы готовы через себя пропустить. Поток — это же творчество. Насколько мы делаем это творчество. Нам кажется, это только кажется, но это не так, что мы пришли на работу, заработали, нам дали деньги. Нифига подобного. Вы можете, часто вы, наверное, такое замечали, высвободить энергию не только из здоровья, времени на работе, вы можете высвободить энергию на материализацию любого объекта в своей жизни. Деньги — это или украшения, банан или хлеб. Или еще что-то даже нематериальное. Вы можете из любой связи разорвать связь, высвободить энергию и направить ее своим фокусом внимания на материализацию любого объекта. Допустим, возьмем биохимическую цепочку реакций. Может быть, с этой стороны зайдет. Когда идет какая-то химическая реакция, добавляется какой-то катализатор, но если мышление, то катализатор — это интерес обычно, интерес и желание. Добавляется катализатор, допустим, вода, высвобождается некое количество энергии. При разрыве этой цепочки катализатор разрывает эту цепочку. То есть была связь молекулярная. Цепочку разорвали с помощью какого-то катализатора, какого-то внешнего воздействия. Разорвали цепочку — высвободилась энергия. Атомная цепочка. Там атомы настолько близко друг к другу расположены, нужна огромная сила, огромный катализатор, огромное воздействие, чтобы разорвать эту цепочку. Вот у нас есть привязки к людям, привязки к знаниям, привязки к опыту, привязки к материальным вещам, привязки к еде, к мыслям, к шаблонам. У нас привязки ко всему. К каждому слову у нас есть какая-то привязка. Если вы разрываете эту привязку, высвобождается какое-то количество энергии, вы эту энергию, это поток ваш, вы можете направить своим фокусом внимание во что угодно, в деньги, в дом или ещё что-то. Если у вас чего-то нет, у вас просто нет этого потока, этой энергии, вы держитесь за старое, понимаете? У вас эти привязки бесконечные, которые вы хотите ещё больше, 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 больше привязать, вы уже тормозите себя, останавливаете от этого потока, потому что вы обрастаете всеми этими привязками, вы себя сдерживаете, вы не двигаетесь, жизнь – это как вдох и выдох. Вдыхать всё хотите, выдохнуть не хотите. То есть взяли и держитесь за это. Нет, да, это моё. Вот это чувство обладания, огромные привязки. То есть чем сильнее привязка к чему-то, тем больше всего там энергии находится. И вот как раз-таки, когда нет денег, это говорит о том, что у вас потока вот этого нет. Вы, во-первых, не принимаете нифига, даже если вы высвобождаете от чего-то энергию, вы ни хрена не принимаете, не хотите брать. Не-не-не-не, спасибо. Спасибо, что ты там мне это подарила, но не-не-не, право не стоило. То есть мы принимать не умеем, во-первых. Во-вторых, мы отдавать ничего не хотим, потому что мы ко всему привязаны. Надо жить легко. То есть всё, что приходит, легко принимать. Блин, почему-то это хорошо. Всё, что уходит, почему-то это хорошо. Как хорошо, что этот вор забрал у меня деньги, высвободил энергию из этих денег, а слишком к ним сильно привязался. Мне уже двигаться нет возможности, потому что мне нет энергии двигаться. Прикиньте, та жизненная моя энергия, которой я хочу обладать, двигаться, расти, её уже не хватает. Ты слишком там привязал тебя, там привязал. Деньги – это всего лишь эквивалент нам понятный обмена одного состояния на другое, одного материального объекта на другой. Либо мы отдаём деньги за какое-то ментальное обучение, которое не пощупать. То есть неважно, во что и куда вы обмениваете. Мы всё время обмениваем. И вам на то, чтобы ваши желания исполнялись, чтобы вы что-то получали, нужен постоянный вот этот поток. Но он нужен, вернее, он может осуществляться только в том случае, если вы ни за что не держитесь, не привязываетесь. Шаблоны мышления для чего мы трансформируем? Для того, чтобы отвязаться от этих крайностей, потому что мы с одним постоянно боремся, фокус внимания у нас там, а другой всё время хотим получить от недостатка и никак не можем получить. То есть мы вечно боремся со всем, за что-то держимся. Это не так и не так. И почему именно денег нет? Если я, например, разрываю много-много-много связей, там за людей не держусь, за друзей не держусь, там я вся такая свободная, лёгкая, тра-та-та. Вот, но денег у меня нет. Фокуса внимания ещё на то, что у меня нет, у меня этого нет, у меня этого нет. Мир подтверждает, недостаток умножится. А если вы освобождаете свой поток энергии, не держитесь за свои убеждения, за свои связи, вот не держитесь за них, да, то вы своим фокусом внимания… Блин, у меня есть деньги, мне интересно посмотреть, как они сейчас придут. И они приходят, они приходят от вашего творчества, не от работы, потому что творчество — это тот поток энергии, ну, свободный, который вы можете использовать. Если вы сейчас меня не понимаете, посмотрите фильм «Деньги». Там по-другому всё объяснено. Мы его делали с Ольгой, Ольге своё мировоззрение, у меня своё, а мы друг друга как-то дополняли, вот, вроде ничего так получилось. К этому можете в видео просто досмотреть этот сериал, и, может быть, там что-то поймёте. Ну, там больше про шаблоны мы говорили, как освобождать энергии с шаблоном. Вы, если чувствуете, что вам чего-то не хватает, разберите шкаф, выкиньте дома. Освобождайте энергию отовсюду, откуда можете. Понятный способ — выкинуть вещи. Энергия никуда не уходит. Выкинули вы, выкинули, неважно, она всегда при вас. Просто вы перестаёте, ну, цепляться мыслями в обладание, перестаёте фокусировать на это внимание, потому что вы перестаёте это видеть хотя бы дома. Взяли, выкинули старое платье, которое ваячит в вашем шкафу. Оно, ну, новое, но уже старое. Я его ни разу не носил с этикеткой, висит три года. Вот. Вам жалко выкинуть. Вы к нему сильно привязаны, но вы его не используете. Там ваша энергия тоже заморожена. Вы можете высоволить, подарите кому, раздайте, продайте там, что угодно. Вы отцепитесь как от привязки, но энергия останется при вас. Но есть ещё другой момент. Вы можете выкинуть вещи, но при этом у вас ничего не изменится, только потому, что ментально вы от этого не отвязались, и энергия не освободилась оттуда. То есть вы можете удалить из своей жизни материальную, но при этом остаться с этим мышлением, что вы будете постоянно думать, как бы с чем вы расстались, оно не поможет вам высвободить энергию. Выкидываем мы только для того, чтобы приучить, чтобы это не маячило вокруг глаз, можно сказать так. Выкиньте дома старые сервизы, всё, что напоминает о прошлом, о старых мужьях, с которыми уже 300 лет развелись. Выкиньте вещи, которые вы не носите. Поменяйте старые вещи на новые. Старые кружки, которые уже надоели, вас не наполняют, не вдохновляют, не интересно с них чай пить. Поменяйте на очень красивый, чтобы вы эстетично пили чай и кайфовали от этого, то, что, ну блин, классно. Мне нравится. Я беру кружку и наполняюсь от неё кайфом. Ну вот у меня есть любимая кружка, потому что, блин, это приятно с тонкой фарфоровой чашечкой пить кофе. Я не часто, конечно, из неё пью, забываю. Но есть такие вещи, которые нужно оставить, которые ещё наполняют. А те вещи, которые уже не радуют, не наполняют, избавляйтесь. То есть чем больше вы высвобождаете от хлама себя, тем больше энергии в вашей жизни. То есть выдох сделайте. Освобождаться же можно не только от материального, но и от ненужных людей, которые вас достали, а вы их терпите, прикиньте, терпите, потому что чтобы они о вас, не дай бог, не так подумали. А ещё есть привязки к вашим убеждениям. Вот я прав, и всё, остальные в интернете не правы. Фу-фу-фу, редиски. Убеждения, что нужно писать грамотно, убеждения, что нужно какие-то правила использовать, убеждения, что нужно обязательно на веганство. Неважно, любые ваши убеждения, избавляйтесь от этих убеждений. Делайте по импульсу, так, как вам нужно, по кайфу, и перестаньте быть потребителями. Мы же, блин, в жизни не созидаем ничего, только потребляем, потребляем, но всё мало-мало-мало. Но только за того, что мы не понимаем, что за всем этим, то, что мы собираем вокруг себя, весь этот хлам, нам это нужно только для того, чтобы какие-то эмоции, чувства испытывать. Если вы уже понимаете, что вам нужны чувства, давайте их каждый день без разбора, любую последовательность, и как хотите, вы думаете, пытайтесь это прочувствовать, перестаньте за этим всем гнаться. Но как только вы внутри себя даёте, это всё, у вас поток, у вас творчество, у вас и блага все, ну, принимайте их, дарят миллион, берите, дарят машину, кайфуйте, надо, свалилась квартира, классно, не надо думать, там плохо, это хорошо, заморозит мою энергию, не заморозит, это неважно, но с лёгкостью расставайтесь тогда, когда нужно. То есть здесь смысл в том, что если у вас большой поток энергии, то 10 триллионов на счетах долларов, они вам не помеха, они вас не заморозят. Но кого-то тысячу рублей замораживает. Кто-то держится за последние деньги, вот им надо в первую очередь от них избавляться. А когда вы уже в потоке, то какие-то там сбережения, которые вы там копите, с радостью можно копить, потому что они там песчинка в целом океане вашей энергии, понимаете? Вот, то есть расширяйте свою ёмкость, для этого расширяйте ваше мышление, для этого расставайтесь со всеми вот этими привязками и говорите себе, я сегодня ни хрена не знаю, я ничего не знаю, я не знаю, какой это человек. Почему я решила, что он грубян? Да, он в прошлом грубил, но мы все меняемся, каждую секунду мы новые. Почему? Если я меняюсь, другие не могут меняться. Да, он всегда был грубяном, но мне сегодня интересно, как этот грубый человек станет душечкой. Ну вот хочу я понаблюдать, неинтересно. Вы включаете интерес, ваше желание вот так тут же исполняется, потому что вы перестаёте его наделять грубияно. После просмотра сериала ОА испытала такое возбуждение, такое интересное чувство, пульс на вышке был. У меня было ощущение, что сейчас вылечу из тела своего, я в космосе. Да, сериал ОА, он как раз-таки про параллельные миры, про квантовую физику, про то, как люди могли перемещаться из одной реальности в другую. Посмотрите, я вообще с нос башки. Вот за три дня посмотрела два сериала. В одном сериале 8 серий, в другом. Сейчас вот третий сезон жду. Блин, реально крутой. Сны — это что? Сны — это такая же реальность, где мы можем получать ответы на наши вопросы. Если в жизни мы какие-то ответы не можем получить из-за наших шаблонов мышления, которые нам не дают осознанно поосознавать эти ответы, во снах шаблоны нам не мешают. Поэтому во снах очень классно получать любые ответы. И они нам приходят во снах ответы, если сон запоминаете. Можете перед сном себе сказать, что, блин, хочу запомнить сон. Просто проявить волю, запомнить сон. В утром проснётесь, удивитесь, что вы его запомните. Как мы наделили деньги ценностью? Никто не ценит воздух. Да, вот зря. Многие говорят, как увидеть ценность внутри себя? Мы, обесценивая весь этот мир, и себя обесцениваем, если мы полны ценности внутри, то есть чувство ценности внутри у нас есть, то оно и вовне проявляется. Так начните каждую песчинку рассматривать как ценность. Почему воздух ценен? Рассмотрите. Почему вот этот кусок сахара ценен? Посмотрите. Рассмотрите для себя, да, почему вот это полотенце такое ценное? Ну, оно же просто тряпка, да, но оно ценное. Потому что могло бы и не быть. Рассмотрите мир, какой он изобильный, и сколько в нём ценностей в каждой песчинке, в каждом человеке, в каждом существе, в каждом листочке. И вы вот этим чувством начнёте наполняться.